Добрый день, уважаемые члены комиссии. Тема работы оценки эффективности технологии геомеханического воздействия на карбонатный коллектор. Актуальность проблемы. Современная ситуация в нефтяной промышленности характеризуется сокращением запаса высокопродуктивных залежей. С этим актуален вопрос извлечения трудноизвлекаемых запасов. На территории Республики Татарстан существуют значительные объемы нефти, которые можно извлечь с помощью методов увеличения продуктивности скважин. Одним из методов увеличения нефтеотдачи является технология циклического геомеханического воздействия. Моя работа посвящена геомеханическим исследованиям на коллекторах башкирского и турнирского яруса. Цель и задача работы. Целью работы является анализ механизма геомеханического воздействия на карбонатные пласты башкирского и турнирского яруса. В моем исследовании решались следующие задачи. Первая – это обзор научно-технической литературы по геомеханическому моделированию и оценке пределов прочности коллекторов. Вторая – анализ объектов и программы лабораторных исследований по изучению воздействия. Третья – это анализ изменения фильтрационных и мкосных свойств. И последняя задача – это геомеханический анализ результатов экспериментов, оценка пределов прочности образцов. Объектом исследования являются образцы керна, карбонатных пластов Шигурчинского и Ново-Илховского месторождений. Сам эксперимент был проведен в лаборатории ГРП на установке трехосного сжатия в Институте Татнипи-нефть. Эксперименты были проведены на шести образцах Турнейского и Башкирского яруса. Данные по образцам видны на слайде. Также внизу представлены этапы того, как менялось поровое давление. На всех образцах было запланировано изменение порового давления в 14 этапах. Итак, перейдем к следующему слайду. У нас эффект циклического геомеханического воздействия заключается в создании микротрещин. В рамках работы проведен расчет критериев сдвигового разрушения образцов. В рамках анализа рассматривалось изменение проницаемости и упругих модулей по этапам эксперимента с целью определения признаков сдвигового разрушения. У нас образцы были поделены на две группы по характеру насыщения. Первая группа – это вода. Для образцов насыщенной водой у нас, при этом эксперименте, мы увидели, то, что преимущественно происходит уменьшение проницаемости при первом снижении порового давления. Далее, при повторном увеличении порового давления проницаемость существенно не растет. При достижении порового давления в районе 9-11 мегапаскаль происходит резкий рост проницаемости, который свидетельствует о разрывных нарушениях образцов. Для образцов насыщенной керосином отмечается проявление разрушения внутренней структуры за счет сжимающих напряжений, что может приводить к последующему развитию микротрещиноватости и росту проницаемости. Так, чтобы более наглядно, давайте рассмотрим конкретный образец, четвертый образец по турнирскому ярусу. Я более конкретно скажу, как мы выбирали этапы. Рост проницаемости и уменьшение модуль Юнга на определенном этапе говорит о развитии микотрещиноватности в образце. Этот этап мы берем для дальнейших расчетов при сдвиговом разрушении. Смотрим на рисунок. У нас проницаемость и модуль Юнга плавно растут с третьего этапа, но при этом поровое давление падает. И коэффициент по основу также уменьшается. То есть, о чем это говорит? То есть, при росте сжимающих напряжений у нас происходит увеличение проницаемости, что говорит о появлении микротрещин в структуре образца. Далее, при повышении порового давления происходит раскрытие микротрещин. Резкий рост проницаемости на 11 этапе указывает на появление разрывной трещины с последующим закрытием при уменьшении давления. То есть, в дальнейшем у меня будут расчеты показаны по расчету критериев предела прочности. И здесь по этому образцу я взял третий этап. Так, дальше. Кроме определения изменений внутренней структуры образца, отдельно была мной рассмотрена задача корреляции статических и динамических модулей упругости. Данные статических модулей упругости лежат в основе многих расчетов при бурении и разработке. Получение значения статических модулей довольно трудоемкий и затратный процесс. Гораздо проще и быстрее получить значение динамических модулей, например, с помощью акустических методов. Это скорость пробега волны по образцу. В связи с этим важна задача установления связи динамических и статических модулей упругости. Ну и была рассмотрена литература, в которой предложено большое количество зависимостей, которые позволяют найти взаимосвязь рассматриваемых параметров. Отдельно я хочу отметить работу Герфанова Ильдара Ильясовича. Он является сотрудником Татнипи-нефти. Он рассмотрел применение данных зависимостей для условий Республики Татарстан, а именно для Каширского, Вересского и Заводских горизонтов. В работе Герфанов рекомендовал зависимости Эйса Кази и Ванга. Я же в своей работе проанализировал образцы башкирского яруса с помощью 12 зависимостей. И получил следующие результаты. Для образцов, насыщенных водой, каких-то единых зависимостей, конкретно, не могу дать рекомендации. Для образцов, насыщенных керосином, наилучшую исходимость показали зависимости Вуда и Эйса Кази. Так, теперь вернемся к условиям нарушения структуры образцов с формированием микротрещиноватости. Для данного анализа можно применить критерии сдвигового разрушения. Наиболее используемой на практике является критерий Моро-Кулона. Суть критерия состоит в том, что на графике нормальных и касательных напряжений представляется круг Моро и касательный к ней. Так называемый критерий Моро-Кулона. Касательная прямая линия отражает предельно допустимое касательное напряжение. Угол наклона данной прямой соответствует внутреннему углу трения. Это угол Фи на первом рисунке слева. В рамках этой работы также образцы были разделены на две группы по характерному освещению. Для образцов, вот здесь у меня на слайде представлены данные и этапы, как я производил расчет. Круги Моро получены для образцов насыщенной водой. Первый рисунок – это сами круги, прямые Моро-Кулона. Второй рисунок – это прямая Моро-Кулона для эффективных нормальных напряжений. Почему эффективных? Потому что они получали по закону Терцаги – это нормальное напряжение минус поровое давление. В рамках данной работы считалось так. Для группы образцов насыщенной водой было получено следующий график. Вот этот главный график, третий. У нас здесь график перестроен в новых осях с помощью зависимости 4. Суть этого графика – данный график позволяет оценить поры давления, при котором происходит двигательное разрушение в образце. Для реальных условий башкирского и турнирского яруса получается завышенное поровое давление. Это связано с методическими сложностями задания осевой нагрузки на установке. Фактическая осевая нагрузка образцов была существенно завышена по сравнению с реальными нагрузками. И полученные результаты показывают, что эти данные экспериментов нельзя переносить на условия башкирского яруса. Требуется дополнительное проведение эксперимента с более точным заданием осевой нагрузки. Также в моей работе дополнительно были проанализированы и учтены результаты экспериментов на 8 образцах, на которых разрушение достигалось за счет увеличения осевой нагрузки. На рисунке сопоставляются условия разрушения за счет изменения поры давления при постоянной осевой и боковой нагрузке с традиционным подходом, при котором условия разрушения достигаются за счет увеличения вертикальной нагрузки. По рисунку видим, что круги мора не укладываются в единую модель прочности нажатия, что говорит о неоднородности башкирского яруса по параметрам прочности. Также на рисунке видно, на следующем рисунке номер 14 видим, что значение вертикальной нагрузки кратно больше, чем для первых образцов башкирского яруса. Это показывает, что условия полного разрушения образцов отличаются от условий возникновения микротрещиноватости. Далее рассмотрим графики для условий турнирского яруса. Здесь также данные по этапам расчетов. И, собственно, вот рисунки. Первые круги мора и вторая прямая мора кулона для эффективных нормальных напряжений. Вот третий итоговый рисунок. Что сразу бросается в глаза? Точка 4 и 6. Это образцы 4 и 6. Они у нас совпадают и выпадают из общей зависимости. Для образцов 4 и 6 условия эксперимента соответствуют реальным условиям турнирского яруса. Совпадение точек говорит об изменении структуры образцов, которые описываются единой моделью мора кулона. Перейду к выводам. В рамках работы были получены следующие выводы. Изменение фильтрационно-нимкосных свойств карбонатных коллекторов при изменении поры давления зависит от характера насыщения и внутренней структуры образцов. В образцах насыщенной водой снижение проницаемости происходит более интенсивно. Эта особенность объясняется деформацией под воздействием воды. Также причиной снижения проницаемости может быть реакция воды с карбонатной породы. Необходимо отметить, что в башкирском ярусе эффект от воздействия воды более выражен, чем в турнийском. При насыщении образца керосином был достигнут положительный эффект. На образцах башкирского яруса получили рост проницаемости на 20%, а на образцах турнирского яруса – 3,5%. На тех образцах, где в процессе эксперимента произошло разрушение, были замечены признаки, что происходит формирование микротрещиновадости при снижении порового давления. На основе полученных данных произведен анализ корреляции динамических и статических значений модуля Юнга по четырем образцам башкирского яруса, по которым имелись замеры статических модулей упругости. Был изучен 12 зависимостей по литературным данным и проверено соответствие получаемых по ним оценок статического модуля Юнга с замеренным данным. На основе анализа даны рекомендации по зависимостям, рекомендуемых к дальнейшему рассмотрению и лабораторному опробованию. Расчеты показали, что для описания образцов с разной насыщенностью требуются различные параметры модели сдвигового разрушения. Выявлено, что эксперименты с существенно различающимися условиями нагружения не описываются в рамках единой модели. Условия сдвигового разрушения при постоянном поровом давлении и увеличении осевой нагрузки существенно отличаются от условий формирования микротрещин с увеличением проницаемости. Эксперименты со снижением порового давления. На основе работы можно дать следующие рекомендации. Требуется на большой выборке образцов с различными значениями фильтрационно-кимкостных свойств, внутренней структурой и насыщением провести дополнительные эксперименты с обязательным условием соблюдения физических значений вертикального и бокового горного давления. Также есть необходимость исследовать причины сильного влияния воды на изменение проницаемости от давления. Полученные дифференцированные зависимости изменения фильтрационно-кимкостных свойств коллекторов Башкирского и Турнейского ярусов необходимо учитывать для корректного геологии, гидродинамического моделирования и анализа разработки. Для дальнейшего анализа технологий циклического геомеханического воздействия необходим подбор подходящего участка и проведение дополнительных лабораторных экспериментов при реальных условиях нагружения. Но я под конец хочу сказать сам своими словами, нам необходимо провести на каком-то реальном объекте, на какой-то скважине опытно-промышленный эксперимент, чтобы определить реальную эффективность этой технологии. Спасибо, уважаемые члены комиссии, за внимание. Продолжение следует...